всем большой привет всех рада видеть на своем канале сегодня я сделаю для вас видео обзор парка южной культуры давно здесь не было надеюсь вам понравится это видео здесь два входа насколько я поняла режим работы с 9 до 5 взрослый билет стоит 250 рублей детский с 7 до 14 лет 120 рублей сто лет я не была в этом парке он достаточно большой красивый не помню если здесь таблички с названиями деревьев но здесь очень так необычно конечно особенно тем кто живет в северных сибирских региона кто любит вот эту вот всю растительность необычную да здесь конечно стоит однозначно побывать заросли бамбука кто-то здесь уже оставил свои пожелания давайте по центральной дорожке прогуляюсь парк был основан генералом даниилом васильевичем дрочевским на землях своего имения территория здесь площадью 11 гектаров это было в 1910 и 1911 году а создавался этот парк по проекту талантливого садово-паркового архитектора регеля а птицы летают архитектор здесь использовал ландшафтный стиль с включением регулярных элементов в виде обширного партера южной части этого парка это было весьма характерно для направления садово-паркового искусства конца девятнадцатого и начала двадцатого века чем здесь парке можно заняться это просто тихо спокойно гулять я думаю для мам с маленькими детьми с колясками отличный вариант для прогулки здесь очень тихо классный воздух поют птицы смотрите какое дерево классное здесь кстати очень даже много но это самое самое крупное удивительно что почти нет нет людей одним из важных элементов композиции этого парка стала сеть вот этих дорожек и тропинок в верхней части от главного въезда в парк проложена почти прямая дорога еще одна начиналась на дворовой территории обе сливаются в центральную аллею которая ведет к спуску по лестнице в нижнюю часть парка а в нижней части лестницы приводит к основной прямой магистрали которая шла прямо к морю приводящая к главному пруду и партеру деревья конечно здесь потрясающие даже как-то мне здесь одно немного жутковато хорошо что сейчас день но вечером этот парк закрывается здесь очень много пифт кедры сосны кипарисы криптомерии и также другие конечно же лиственные магнолии роддендроны лавры платаны и другие растения а также очень много кустарников интересное дерево тоже вообще как будто без коры на открытых полянках посадили ценные одиночные деревья и кустарники голубые пихты мексиканские кедры кипарисовик кипарис солнечной камели и очень много других также здесь много бамбука пальмов поэтому здесь конечно очень такие экзотические уголки уникальные которых больше в принципе нигде мы с вами увидеть не можем осенью в городе сочи плавно переходит весну сегодня у нас 14 ноября тепло где-то около 20 градусов тепла и вот листья только сейчас начинает вернее деревья начинают только сейчас сбрасывать листья здесь уже такое более цивилизованное место уже и брусчаткой здесь есть вернее бетон под брусчатку лавочки стоят я так понимаю что это и есть тот самый пруд с кувшинками и вон там лебеди сейчас я пройду как раз поближе чем мне еще нравится город сочи то что здесь даже зимой все зеленое ну не все зеленое конечно но здесь всегда зеленая трава очень много вечно зеленых растений 1936 году из стран востока профессор завез декоративные растения которые были высажены в этом парке в результате здесь сосредоточилась самая крупная и уникальная ссср коллекция декоративных экзотических растений это японские вишни японские пальчатые клёны японские камелия гибридные родендроны калина и очень много других декоративных пород они использовались для увеличения разнообразия декоративной флоре парков черноморского побережья долгое время парк южной культуры находился в бедственном положении здесь была нарушена целостность композиции парка очень близко были расположены грунтовые воды и это ослабило рост экзотических растений а также вызвало их преждевременное старение и раннюю гибель некоторых деревьев плюс еще очень сильно парк пострадал в результате стихийных бедствий а это смерчи которые были в конце 80-х и начале 2000-х годов а в ноябре 2008 года начали реконструкцию парка южной культуры проект рассчитывался на полтора года производилась расчистка дорожек полянок от упавших деревьев от самосева восстанавливались теплицы посадочного материала а также поставили скамейки парке высадили около 200 крупномеров магнолии кипарисы сосны олеандры около 500 кустов роз и примерно 700 800 летников реконструкция производилась строгом соответствии с проектом регеля после этого через несколько лет парк оказался в еще худшем положении два года не платили зарплату сотрудникам из-за чего они объявили голодовку скандал дошел до москвы и только после этого парк южной культуры получил свое должное внимание закрыли все долги и передали в ведение сочинского национального парка а уже в 2016 году парк пережил второе рождение не по документам а в жизни сейчас здесь провели действительно глобальную реконструкцию хотя работы конечно здесь еще очень много но уже сейчас это действительно достойное место которое заслуживает вашего внимания белочка смотрите какая прелесть ты моя хорошая меня не боишься класс форма восточная и в летнюю жару конечно здесь тоже будет много много теней тени вернее кипарисовик горохоносный золотистый низкий не везде к сожалению есть таблички а я не такой большой знаток южных растений к сожалению как хотелось бы да конечно не просто наверно содержать в порядке такой такой парк видно что руки не везде доходят но работа идет летом в жару здесь будет просто супер прохладно потому что здесь много высоких деревьев больших которые дают тень которые дают классный воздух поэтому я бы рекомендовала здесь если вы приедете отдыхать летом в жаркую погоду здесь можно просто чудесно провести свое время я надеюсь вам понравилось мое видео и было полезным для вас я всем рекомендую посещение данного парка если вы будете находиться в этом районе я всем желаю хорошего настроения увидимся с вами в следующем видео